для начала просто расскажу как бы какие сейчас тенденции в принципе есть чтобы немножко так небольшую подводочку к этому сделать во первых у нас просто произошел бум совершеннейший прорыв на рынке трейдинга то есть на рынок трейдера пришло на рынок трейдинга пришло очень много людей которые сейчас начали торговать криптовалютами да вот на самом деле на этом слайде просто если прочитаете в деталях очень кратко скажу вот два с половиной раза больше аккаунтов открыто в бразилии именно криптовалютных активных чем на бразильской собственно на криптовалютных биржах бразилии трех крупнейших чем на бразильской классической бирже торговли акциями да то есть представляете да в два с половиной раза больше активных трейдеров и это все произошло за последний год то есть 2017 год то есть это просто невероятная совершенно история просто невероятный бум и очень много людей которые пришли на рынок и не понимают как торговать не понимают как собственно работать на криптовалютном рынке и следующий слайд это просто как бы некое следствие то есть бизнес тоже изменился binance это криптовалютная биржа получила в первом карт в квартале 2018 года доход больше чем дойче банк просто вдумайтесь в это binance просто крипто бирже которая появилась в общем-то не так давно обогнала по ревенью о доходу крупнейший немецкий банк это просто фантастика на самом деле то есть мы видим смену парадигмы мы видим как бы просто на наших просто глазах творится история и естественно все все из вас наверное думают как войти как бы в этот рынок может быть тут уже вошел кстати кто из вас уже холдит крипту какую-то поднимите руки ну кстати не так много на самом деле я думаю что в этом плане мой доклад будет полезен для тех кто еще не вошел крипта это новый класс активов то есть это надо понимать у нас были традиционные классические классы активов это акции облигации валюты это было они движка и портфели для инвестирования обычно составлялись из вот этих вот разных активов как правило не скоррелированных между собой для того чтобы снизить риск но эта теория марковец можете погуглить почитать теперь добавился еще один класс активов это криптовалюты который не зависит от других классов активов не коррелирует с ними и поэтому представляет некую ценность для создания долгосрочных портфелей что сейчас происходит да то есть как бы это график капитализации криптовалютного рынка мы видели high то есть самую верхую отметку это где-то декабрь-январь после чего как бы пузырь начал сдуваться до пузырь не пузырь это вопрос но сейчас уже более-менее понятно что обычно знаете когда пузырь сдувается то есть мы доходим до нижней точки и все и там замираем сейчас начался некоторый уже то есть цена нащупала там дно и начался некий отскок да то есть это на мой взгляд как бы я торгую 11 лет в принципе более-менее опыт у меня есть это говорит о том что мы уже как бы то есть вот этот хайп прошел и сейчас как раз очень хорошее время для того чтобы начинать среднесрочные долгосрочные инвестиции криптовалюты но это естественно личное дело каждого да я как бы вопрос лишь в том как это сделать как это сделать удобно и комфортно потому что ну для тех кто не знаком с финансовыми рынками вот коллега мой закон в принципе очень хорошо рассказал какие есть варианты есть и теф и допустим да но они их еще во первых нет да когда они появятся ситуация может очень сильно измениться то есть крипта уже может сильно подорожать и в как бы доступными эти инструменты станут тогда когда уже будет ну скажем так если не поздно но уже не так удобно и скажем дешево в них входить вот то есть мы имеем как бы здесь такой слабый как бы растущий тренд если посмотреть на всю картинку капитализация криптовалютного мира состоит из разных коинов токенов криптовалют и так далее какая группа растет скажите вот из этой картинки до картинка сайта coin market cup какая группа растет да то есть у нас bitcoin сначала bitcoin за не занимал большую часть криптовалютного рынка потом капитализация постепенно падала какие-то криптовалюты типа рипла очень сильно выросли и потом упали с точки зрения капитализации но потому что кто-нибудь видит какая группа растет группа others да это альткоин я думаю что большинство конечно причин основная причина это то что конечно очень много сио и капитализация многих из них реально дутая потому что есть там памп и дамп и маркет мейкеры которые задирают ценную капитализацию соответственно но все-таки это говорит о том что развитие идет криптовалютного рынка в криптовалютном рынке идет развитие но ки если мы что нужно каким-то образом зайти в принять на себя риск криптовалюты инвестировать и как это сделать какие есть принципе возможности для этого какие есть криптовалютные площадки криптовалютные как бы платформы во первых нас как справедливо заметил предыдущий оратор соответственно все мы знаем что запустили фьючерсы на bitcoin на чикагской товарной бирже соответственно мы имеем здесь ну их естественно стали предлагать различные классические брокеры типа интерактив брокерс там и и других если просто базово проанализировать их как бы качество а что мы здесь имеем да во первых это не реальный актив да то есть это фьючерс то есть это какая-то штука которая имеет экспирацию и так далее это не очень удобно для долгосрочных инвестиционных стратегий с другой стороны это очень как бы надежные регулируемые площадки да то есть интерактив брокерс чикагская товарная биржа это все как бы очень известные и проверенные временем регулируемые площадки если там другие классы активов то есть можно ли из биткоина например быстро перескочить в акции в облигации или еще куда-то да можно то есть это в этом плане очень удобно проблема заключается в основном в интерфейсе то есть если вы когда-нибудь торговали допустим с интерактив брокерс увидели что разобраться в интерфейсе ну как бы для даже для тех кто разбирается в финансах немножко все равно сложно а для обычного человека это практически нереально то есть надо убить очень большое время чтобы это чтобы это сделать комиссии низкие это безусловный плюс маржиналка это наверное минус потому что для того чтобы например шортить фьючерс на bitcoin вам нужно иметь гарантийное обеспечение в три раза больше чем у вас допустим чем стоит контракт на биткоин то есть это как бы такая практически запретительная мера для трейдеров крипто инструменты 12 то есть но это по сути сейчас фьючерс на bitcoin там и некоторые тиф еще есть которые торгуются на поти си рынке можно легко выйти скрипты фиат это безусловный плюс а дальше идем есть куча куча площадок которые занимаются поти си трейдингом cfd еще раз тоже то о чем говорил мой коллега действительно как он сказал это нереальный актив это некая некий контракт который вы заключаете с собственно с брокером да по сути в чем здесь минусы опять же минус это то что это это нереальный актив его нельзя долго хранить потому что по сути с вас каждую ночь берется так называемый вернет фи то есть вы платите небольшую денежку брокеру за то что он хранит ну то есть как бы не то что хранит а просто за то что вы заключаете с ним этот контракт ну кстати денежка может быть достаточно приличное процентов 20 в год что в принципе просто убирает эту опцию от инвестирования какого-либо насколько они надежные и регулируемые эти площадки некоторые регулируемые некоторые нет то есть неоднозначно надо смотреть если другие классы активов до интерфейс с интерфейсом все нормально интерфейс легкий действительно то есть как правило это веб-интерфейс или достаточно простое удобное приложение комиссии комиссии здесь как правило высокие то есть начиная там от 1 полтора процента внизу внизу есть картинка свистку там один процент плюс 500 там тоже прилично достаточно обычно это большой леверыч обычно это там пять-десять крипто инструментов ну и соответственно гейт выхода фиат то есть вы вполне выйти вывести деньги на карточку и дальше снять их соответственно с этого брокера далее ну и собственно самое наверное то что вы скорее всего хорошо очень знаете это крипта биржи крипто биржи делятся на централизованный и децентрализованный соответственно у них немножко разные характеристики если говорить о централизованных что здесь самый большой плюс и децентрализованных тоже говорим от ликто биржи самый большой плюс это то, что это реальный актив. То есть вы его купили, вы его вывели, положили себе на кошелек, все, он у вас лежит, он ваш, никто у вас его не заберет. Риск биржи как бы устранен. А некоторые из этих бирж более-менее регулируемые, некоторые нет. То есть ситуация опять же здесь достаточно неоднозначная, но в целом довольно опасно в общем-то хранить деньги на бирже и вообще как бы большинство из этих бирж, оно все-таки под большим риском находится. Мы все знаем истории с большими известными крипто биржами. Есть ли другие классы активов, можно ли вывести быстро фиат, если вдруг вся крипта начинает падать? Нет, нельзя. То есть как правило это в основном USDT, то есть тезер. Тезер имеет свой внутренний риск, то есть хеджироваться им от падения крипта это ну как бы тоже опасно на самом деле. Интерфейс крипто бирж. Здесь произошла просто революция, интерфейс очень простой, как правило это веб интерфейс, торговать очень удобно, не нужно ничего скачивать, просто заходите и торгуйте. Ну все наверно знают. Небольшие комиссии, может быть большой рычаг, большой левередж, много крипто инструментов и иногда в некоторых биржах типа там Кракена или Битстампа можно выйти в фиат и вывести фиат, если у вас есть аккаунт в Европе, например, или в Штатах из России, как бы, ну тут сложнее. Так, ну и на самом деле здесь вот я показываю объем в основном по BTC USDT, это BitFenix основной и валюта это японская иена, но здесь находится еще и китайский юань, потому что китайцы после запрета перебежали все в Японию и соответственно торгуют через иену. Так, ну и на самом деле есть еще некие платформы, которые являются смешанными, да, то есть так называемые платформы социального трейдинга, одним из которых является и Тора. Здесь как бы есть с одной стороны некий плюс, с другой стороны минусы. Во-первых, вот это реальный актив, то есть имеется достаточно простой интерфейс и в то же время вы можете купить для инвестирования реальный актив. Это достаточно важно, если вы хотите держать крипту там много лет, то вам нужно именно покупать реальный актив, там вам не нужно CFD, вам не нужен фьючерс, нужен реальный актив. Насколько это, так сказать, регулируемая и как бы площадка, которой можно верить? Да, это регуляция Кипра, регуляция FCA, есть другие S-классы, то есть можно быстро перекинуться в облигации, в акции, еще куда-то. Легкий интерфейс, минус это высокие комиссии, то есть тоже достаточно большой спред высокий и нет leverage, то есть нет плеча. Вот это минусы. Соответственно, можно выйти в фиат и есть функции социального трейдинга, то есть можно посмотреть, что делают другие трейдеры, можно инвестировать в какого-то другого трейдера, если вы не умеете торговать, он будет торговать за вас. Можно копировать какие-то фонды, криптофонды и так далее. Вот здесь как бы, ну вот такой, можно сказать, небольшой обзор. Что важно еще отметить? Объемы. Объемы фьючерса на CME в день 150 миллионов долларов. Объемы на Bitfinex где-то 200 миллионов долларов. У Bitfinex третье плечо, там торгуется реальный актив. А Bitmex это одна из крупнейших площадок торговли деривативом на биткоин. Одна из известнейших. 2,5 миллиарда долларов. То есть, представляете, да, ну за счет плеча, конечно же, но объем торгов очень большой. То есть большинство тех, кто торгует активно, торгуют на Bitmex. У Bitmex есть свои проблемы. Там иногда не проходит ордер, то есть дается тебе отказ, там говорят, что система перегружена, то есть меня это очень удивило, но с точки зрения технологии это достаточно продвинутая площадка. Немножко вырез слайд, видимо, сбилось форматирование. В общем, если смотреть, анализировать, где же можно купить биткоин и вложиться в криптовалюту, то что мы видим? Какая картинка? Традиционные площадки пока еще не готовы для того, чтобы предоставлять качественный сервис. Это неудобно, деньги туда заводятся очень долго, терминалы достаточно кривые, в общем, не все просто, да, но зато это надежно. То есть вы положили деньги, все, вы точно знаете, что вы их не потеряете. Вот, есть OTC CFD трейдинг, но он не очень, скажем так, не очень пользуется доверием и есть конфликт интересов. То есть часто брокеры, которые торгуют CFD, стоят против клиента. То есть это как бы конфликт интересов, который, как правило, не способствует тому, что вы заработаете. А есть криптоплощадки централизованные, децентрализованные. Я считаю, что будущее за децентрализованными, потому что здесь как бы убирается момент вот этой доверительности, да, то есть доверие, как бы, да, вам не нужно доверять. Все делает смарт-контракт, децентрализованная площадка, она обладает вот таким качеством. Ну и социальный трейдинг, то есть здесь есть социальные фичи какие-то, есть свои плюсы, есть свои минусы. Так, это тренды, то есть что будет происходить, как мне кажется, в ближайшей перспективе, если смотреть вообще на ландшафт трейдерский, значит, что будет происходить. Во-первых, биржи регулируемые, классические, они будут становиться удобнее. Ну, например, там площадки типа семьи, площадки, какие-то брокеры, которые дают доступ к классическим площадкам типа интерактива, они будут становиться ближе к пользователю. То есть стандарт задан, это веб-интерфейс, это удобный, простой интерфейс, в котором несложно разобраться. С другой стороны, площадки, которые сейчас легко использовать, которые easy to use, они будут как бы больше доверия, то есть у них будет фокус на доверии, то есть они будут стараться всячески заходить в правильные регуляции и обеспечивать некое доверие себе, потому что это сейчас самая основная история. Плюс как бы будет уходить все в децентрализованные площадки, потому что они сами по себе как бы вызывают больше доверия, поскольку там работает алгоритм, там не работают люди, там все работает на смарт-контрактах. Ну и, соответственно, десктопные приложения будут заменяться мобильными и основанными на, соответственно, работающими в браузере. В конце концов, в итоге мы будем отходить от каких-то приложений, которые работают, которые надо скачивать, и которые там запускаются под Windows или запускаются под MacOS. Все это как бы уйдет потихонечку. Ну, собственно, такой обзорчик у нас, наверное, приходит к концу. Я, наверное, сейчас закончу на такой забавной ноте. Если вы думаете, вкладывать ли в криптовалюту, вот этот твит от 2011 года, человек жалуется, что он продал свои биткоины по 30 центов, купив их по 6 центов, да, сейчас они стоят 8 долларов, да. Это вот 2011 год, он продал 1700 биткоинов. Наверное, сейчас ему еще хуже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Круто 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 А